Ну что ж, друзья, давайте теперь с вами разберем еще один такой простенький флориш базовый. Он называется веер, но выполняется этот веер не одной рукой, а делается два веера в каждой руке по вееру. Выглядит это следующим образом. То есть я делю колоду на две части, в одну раскладываю веер, в другую раскладываю веер. Могу их вот так вот друг об друга потереть, да, туда-сюда. И потом вернуть их снова в одну общую колоду. Этот веер можно использовать просто для демонстрации красочных таких вот флоришей небольших, да, чтобы украсить свое выступление. Я иногда это использую, например, чтобы контролить какую-то карту зрителя. Ну что ж, теперь давайте поближе посмотрим, как все это дело выполняется. Ну что ж, друзья, теперь давайте рассмотрим с вами, как выполняется веер. Точнее, как сделать два веера в каждой руке. Итак, как выполняю это дело я? Я захватываю колоду вот таким вот образом в левую руку. Обратите внимание, как у меня лежат пальцы. Далее я подношу правую руку, да, и забираю отсюда примерно половину колоды. Примерно половину колоды поднимаю и вот так вот скольжу ими вперед. После чего захватываю большим и средним пальцами. Далее я подношу руку вот так вот к этой части и захватываю с одной стороны большим пальцем, а с другой стороны всеми остальными. И забираю эту колоду в руку. То есть у меня пальцы сейчас лежат вот так вот. После чего я делаю вот такое вот движение. То есть раскрывает у меня веер большой палец, а остальные пальцы в конце лишь чуть загибаются вот так вот, уходят в сторону. Точнее сжимаются вот так вот, как бы в кулак, да. То есть грубо говоря, вы делаете вот так вот, показываете класс и сжимаете руку в кулак, но только не так, а вот так. То есть вот так вот держите, на мизинце, грубо говоря, у вас должен находиться большой палец. И пошло вот это вот скольжение, и вот так вот вы выводите до конца. Как это выглядит с картами, это выглядит вот так вот. Но класс я, конечно, сейчас не покажу, потому что мне необходимо держать карты, но само движение то же самое. То есть я вот так вот прям раскладываю. После чего я вот эту оставшуюся колоду помещаю между мизинцем и безымянным пальцем. Захватываю ее точно так же здесь и раскрываю ее в другую сторону. Теперь могу вот так вот веером поиграться туда-сюда. Сложить его вот так вот в букву S. И после чего снова его сложить вот так вот в одну колоду. То есть так вот раз. Раз. В букву S. И сложили. Как можно, например, использовать этот веер, да? Ну, я его использую, например, для того, чтобы контролировать карту зрителя. К примеру, там, зритель запомнил карту, да? К примеру, это дама. Я оставшейся колодой все это дело накрываю. Накрыл. Но сделал здесь брейк. То есть, когда зритель запомнил карту, я начинаю оставшиеся карты вот так вот сбрасывать. Но они у меня падают на мизинец. То есть кажется, как будто, что все, да? Но нет. Они у меня на мизинце лежат. После чего вся та же самая история. То есть я эту часть сдвигаю сюда. Раскрываю веер. Карта зрителя, вот она у меня, верхняя дама. Далее вставляю сюда. Раскрываю веер. Раз, два. Веер сложил. И вот у меня карта зрителя, верхняя. Вот такой вот приемчик прикольный. То есть он не только для красоты может вам послужить, но и для контроля карты. Ну что ж, друзья. На этом урок по вееру закончен. С вами был Кульков Сергей, он же Моряк. Переходим к следующему видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok